В минувший понедельник лидеры России и Казахстана встречались на проходящем в Екатеринбурге 10-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Общение президентов, как и всегда, коснулось таможенного союза. И здесь уже традиционно не обошлось без язвительных нападок в адрес друг друга. Российские поставки в Казахстан растут гораздо медленнее, чем казахстанские в Россию. Наши данные говорят о другом. Все наоборот. Не, у нас же цифры. Но нас это не пугает. В любом случае, мы рады вас видеть. Обидев в очередной раз Назарбаева, Путин, видимо, все же решил немного подсластить горечь встречи. Президент России сообщил, что инвестиции Казахстана в страну на 700 миллионов долларов превысили российские вливания в республику. Казахстанского бизнесмена немецкого происхождения, директора крупной агрофирмы Ивана Суэры, эти слова Путина не радовать не могут. С другой стороны, реалии настоящей живой экономической политики. И здесь Суэр сетует на то, что на самом деле подобной отдачи от российских партнеров не видно. Когда вчера цифра прозвучала, что казахстанская сторона вложила миллиард 700 в российский бизнес, а российский бизнес – миллиард. Вот у меня возникло какое-то двоякое чувство. С одной стороны, надо гордиться. С другой стороны, при более глубоком анализе этой информации, возникает совершенно другое чувство. Неужели у нас негде вкладывать деньги? Я наблюдаю такую тенденцию. Я не знаю российских аграриев в большом-то количестве, которые бы сегодня шли сюда к нам. Но есть много примеров, когда наш бизнес идет в России. Спор двух президентов о выгоде от взаимной торговли стал чуть ли не новостью номер один. На восьмой международной конференции в Москве, проводимой Евразийским банком развития, журналисты интересовались больше расхождениями в статистике, нежели углублением и расширением евразийской интеграции. Расхождения бывают. Они связаны с тем, что у нас есть единая таможенная статистика, но нет сегодня четкой методологии статистики взаимной торговли. Поскольку взаимная торговля внутри таможенного союза не заполняется таможенной декларацией, следовательно, участники хозяйственной деятельности не несут ответственности юридической за искажение данных. Советник Владимира Путина Сергей Глазев называет расхождение статистических данных явлением временным и сущей ерундой. Ведь на пути интеграции Евросоюза, оказывается, тоже не все было гладко. Но сегодня европейская бизнес-модель работает как швейцарские часы. Чиновники уверяют, наши страны идут строго по протаренной европейской дорожке, и скоро всем будет счастье. Мы тщательно изучаем опыты Евросоюза и все это позитивно и берем. И стараемся каким-то образом избегать тех ошибок, на которых споткнулся Евросоюз или с которыми столкнулся Евросоюз. Поэтому вы сами видите, что наш интеграционный путь, он такой более короткий и более интенсивный, чем в Евросоюзе. Те этапы, которые Евросоюз проходил десятилетиями, мы сейчас проходим за годы. Мы движемся по пути углубления нашей взаимодействия. И я лично полагаю, что если такое дальше и будет наше сотрудничество углубляться, то мы придем к тому, что, может быть, будет и создан общий парламент. Между тем, при создании Таможенного союза речь шла исключительно об экономической интеграции. Впрочем, Нурсултан Назарбаев не раз, вероятно, по привычке ошибался, сравнивая общую экономическую зону с Советским союзом. Однако быстро себя одергивал. На недавнем саммите глав государства СНГ в Минске Назарбаев предложил включить в Таможенный союз Турцию, чтобы и самому не путаться, да и людей не вводить в заблуждение. Мир-министр Турции Эрдоган обратился ко мне. Нельзя ли Турцию принять, Таможенный союз? Но Турция – большая страна, у нас есть общие границы. Вообще, от палого критика, куда на Запад не поедешь, сразу вопрос тебе задают. Что, вы создаете Советский союз или под Россией вы там что-то создаете? И приходится объяснять, что ничего подобного нет. Может быть, Турцию принять, вопрос закончится. Если не каждый первый, то уж точно каждый второй. Оказывается, многие страны хотят сотрудничать с зоной свободной торговли Таможенного союза. Недавно о подобном желании заявил, например, Тайвань. Не исключено, что следующим шагом властей станет его заявка на вступление в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Белоруссией. А вот вопрос с Турцией пока повис в воздухе. Таможенный союз – это жесткая конструкция, которая исключает участие в других таможенных союзах. Нельзя одной стране участвовать в двух таможенных союзах. Поэтому, если у Сербии и Черногории еще есть выбор, то у Турции, например, выбор гораздо более сложен, потому что она уже имеет отношение таможенного союза с Европейским союзом. По мере того, как наш интеграционный процесс набирает силу, интерес к нему растет. Со стороны многих государств, не только соседних, но и находящихся даже за двумя океанами. Пожалуй, единственным конкретным результатом встречи глав двух государств можно признать договор, пусть и предварительный, о поставке нефти через территорию Казахстана и гарантии ее транзита. Черное золото пойдет через Казахстан в Китай в объеме до 7 миллионов тонн в год. Андрей Заокский, Жанна Артуре, Александр Артемов, Москва, Астана.